Мех здесь. Давно не было у нас репок из Dawn of War Soul Storm'а. Давайте это исправлять. Называется NOOPS. Играли парни, можно догадаться, с DOF Online, судя по названию. И уровень игры нас сегодня мало будет интересовать. Нас будет интересовать конкретный индивидуум. Мы посмотрим на него сегодня поподробнее. Итак, давайте все-таки пробежимся, уважим каждого парня, поругаемся на него. Итак, гвардей, Джокер Духа. Ты заказываешь трех гвардейцев на позиции на Ван Дейке. Барак ты бросаешь в тыл, то есть добровольно сдаешь эту точку. Все понятно, соответствуешь названию. Собочка на Ван Дейке. В два первых гена. Рабочие стоят. Господи святы, боже мой. Суицидники. Здесь собрали двух суицидников, я уже вижу здесь, которые умрут от чиха. И таушник. Ацитлорс. Тут, кстати, собочка, Крызь Марин. И ацитлорд. Ацит. Ядовитый лорд. Два стылса. Казарма. Рабочий заблудился. Все понятно. Вы видите уровень этих парней. Но уровень нас пока мало интересует. Итак, хусид. Люфтвафля. Два капера на позиции из двух точек. Расточительство. Зажрались. Нужно разогнать всю эту банду. Зажрались. Значит, все ясно. Орк. Играешь ты через... Стоп. У нас здесь еще и обмен ресов стоит. Ёлки-палки. Посмотрите-ка. Плюс 12-36 точно сразу не заметил. Значит, если ты играешь через одного капера, господин Орк, то на освободившиеся ресурсы построи себе парочку банеров. Все равно. Резы-то висят у тебя в подвешенном состоянии. Грейди. Точку. И вот он, индивидуум, который нас интересует сейчас. Это хаусид. Кислая морда. Мы будем называть его кислая морда. Потому что напоминает хамурую рожицу. Ну что. Первые стычки сделал на двух культистов. И немедленно пошел в Т2. Ну вот, вроде бы, парень течится. Точки бы еще подгрейдить. И вообще было бы классно. Итак. Две пачки культистов. Сражаются они с самоубийцей и гвардейцем здесь. Мэка лучше в мире направлять. Чтоб он им навалял вот так вот. Бах. Все. Полетели. КС-очка пришел. Действительно ли три пачки? Да, действительно, три пачки у парня. Действительно самоубийца. Да. Икса убей. Икса тоже завали. Это будет вообще здорово. Минус четверть. Шутки. Ну, собственно, вы видите все сами. То, что происходит. Это дичь. Абсолютно мертвый гвардеец. Ничего из себя не представляет. Собочка такая же. Просто чудесненькая. Ага. Ну, 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 ну. И. Ацитлортау. Круты. Все ясно. Итак, грейт постов. Нас интересует эта кислая морда. Стоит. Давайте, давайте. Немножечко мотнем. Чуть-чуть действия. Тут, в принципе, все равно простой. Стелл забежал. Стелл потерял. Турельку хочешь забрать. Термогент. Люфтвафля работает поверху. И вот теперь начинается трошанина. Парень поставил культистов на правую кнопку. Культисты бесконечно выходят. И он им выдает плазму. Пока орк здесь бьется с переменным успехом. С этим мертвым гвардейцем. Мастер, кстати, орк пишет этому культисту ретарду. Типа, ты ретард, братан. В общем, сколько у него уже паков? Один. Два. Три. Четыре. Пять культистов, если я не ошибаюсь. И он выдает им плазму. Гранатометы. Плазму. В перемешку плазму. Итак. Хаосита это оскорбила. Принял он на свой счет. Оскорбление о ретардности. Дыльнул их. Потому что понял, что плазмочка нам не нужна. Нам нужны греночки. Да побольше. Стал производить и еще новых культистов. Меня осенила здесь мысль в этот момент, когда я репку смотрел. Меня осенила мысль. И я угадал. Он стал выдавать грены. Его оскорбили. Он обозлился. Дыльнул парней с плазмой. И стал выдавать парням грены. Вот они пошли греночки. Вот они грены полетели. Грены. Тут значит стояла парочка банеров. Тут какие-то мины сестра строит. Ну то есть вы понимаете. Вы все понимаете надеюсь. И начал обстреливать позицию орка. И просто стал бомбить орка. Убивать ему рабочих. Здесь гвардец подошел. И мастер немедленно выходит из игры. То есть он посмотрел на эту трошанину. И дано его в задницу. Короче. И вышел. Парни остались, грубо говоря, вдвоем против трех. Еще раз говорю. Уровень игры не важен. Абсолютно фиолетово. Смотрим дальше. То есть играет он греночками. Ну в принципе правильно. Под двумя точками. Масса греночками. Еще бы микрил бы он. Он этих разваливает. Вот этих вот бесполезных собочек. Он их развалит. Если под микривал бы еще. Вижу у него не стоит режим удержания. Он просто видимо направляет сам. КС пришел новый. И чинит. Работает. Невидимость вкачивает. И пошли снова культисты. Дефайлер у верхнего холосита у Люфтвафтвали. Закрепляется на термогене. Пара турелек. Пошло производство культогрена. Поставил на конвейер производство культогрена. Отгоняет этого гвардейца. Отгоняет. КС умер. Турель, кстати. Ага. Культисты поставлены на поток. Просто на поток. Здесь один дефайлер разваливает, грубо говоря, сестру. Тау. Сестра, кстати, на фланге решила поработать. Здесь построить турелек. А здесь собочками побегать. То есть, смотрите. И забирает позицию, которая осталась от орка. То есть, ах ты гаденыш, ты меня обозвал. Я тебя убью, точки твои заберу. Один дефайлер. Антитешная турелька, кстати. Т2, сестра, ветеран. Турель Т2. Мог бы ее разбомбить, сломать бы уже давным-давно. Гвардеец. И все, и все. И побежал. Лимит поднять. Да не, зачем? Да все, нормально. Надо дыльнуть просто. Надо их дыльнуть. И новая пачка выйдет. Добавляет пару моделек. Люфтвафля держится. Колдун. Термоген. Починить бы его, хорошо бы отвезти, починить. Хаосит взял эти точки, понимаете? Он их взял. Понимаете, где собака зарыта? 1, 2, 3, 4, 5 паков культистов. Следующий на потоке, но выйти не может. Надо сделать грейд на поднятии лимита. Ага. А теперь я хочу обратно себе плазминку. Дыльнул парней, значит, с гренами. Вот единственная пачка осталась. Наверное, не заметил. А нет. Ну так, в перемешку. Дыльнул парней с гренами. Стал делать парней с плазмой. Захотел сыграть в плазму. Наверное, все-таки грены были бы пожестче. Они бьют по площади. И с ног сбивают. Так что греночки были бы поинтереснее. Видите, урон по площади какой? Да еще и при поддержке дефайеров. То есть эти парни погнали. Вот это неуправляемое стадо алкашей. Прости господи. Распутных женщин. Погнали просто обратно. Турелька починили, кстати. Три дефа. Турели. Что ухвостит? О, додумался поднять лимит. Додумался. Грейт точек. И здесь. А, здесь глобал. Три дефа. Культогрен. А сливается культогрен. Сливается. Что есть у парней? Так, гвардеец. У гвардеца 4 пачки алкоголиков. 2 турели здесь. Кстати, крит удерживается. И здесь удерживается. Здесь декапится. Глобалы. Стоит. Хвуситы от вафли. Ни к чему все-таки они нужны. Турелька от Тау. Под фандеры. Ты же здесь казарму строил. Я не понял. Ну, да ладно. Не суть важна. Турелька идет на ближний бой, конечно же. Надо бы здесь окопаться. Было бы хорошо бы. Но нет. Он гуляет. Ходит ей. Вот она турелька Тау. Вот она. Просто гуляет. И контрил бы он этих дефов. Дважды. Да, окопался. Позади турелька. Он окопался. Ну, вот. Значит, дефики постреливают. Вот она работает, как эта турель. Пометочка. Выстрел. Промах. Нет, попадание. Еще раз. Видите, как классно. Как дефов контрить за хаос? Да, вот этими вот передвижными мобильными турелями контрить их. Под фандеры ставить. Обзор вот шикарный. И дальность просто шик. Урон, как у Хаммерхеда, по-моему, да? Скажите, ребят. Посмотрите на релик на этом, на довчике. На релик вики. Урон, как у Хаммерхеда у Бродсайда? Да я, в принципе, сам посмотрю. Так, четыре пачки гвардейца. Гвардеец. Ага. Строит, значит, технику. Тут три турели. Термоген бы можно было бы забрать у него. Все. Выкопался. Стоит. Боятся идти. Там два типа. У одного из них просто тупо культисты. Просто тупо культисты. У второго только дефа. Вот парочку таких бродсайдов и все. Вот он красавец. Вот он красавец какой. Сделай разведку, чтобы я крабами стрелял. Побежали культисты с плазмой. Два из двух. Не вкачано вооружение. Вообще ничего не вкачано. Не реинфорсится. Просто неуправляемое стадо бежит культистов. В принципе, по канону культисты бегут, что-то кричат, выкрикивают лозунги хаоса и умирают. В принципе, все нормально. Знаешь, почему чел вышел? Пишет кислая морда. Почему же чел вышел? Он имеет в виду орка. Я его гранатами покидал. Гранатами закидал, он вышел. Прям кайфует с этого типок. Все слил. Слил своих культистов и все. Что у него еще? ЛП-3. Колдун. Четыре точки. Одна ЛП-3. И все, армии нет. Здесь. Три дефа колдун. А здесь огромная толпа алкашей. И прости, господи. Алкаши и проститутки. И никто никуда не идет. И все стоят. И Тао. Вот оно, стоит стадо неуправляемое. Три. Жесть просто. Ну ладно, ладно. Окей, окей. Вы еще финал не видели. Сейчас до финала дойдем, ребятки с вами. Финал еще эпичней. Ну вот, вроде бы здесь совочки. Вроде ветераны. Это что? Это канонистца у нас? Да, это канночка. Вот оно идет в какое-то пробитие здесь. Колдунчик ударил. Своим болтом гвардеец. Надо бы поддерживать ситуацию. Ну вот, вроде бы прорыв. Сейчас дефайлеры вас обстреляют. Просто уничтожат вас всех. Ну что, грубо говоря, один против трех. Одна люфт вафля бьется против трех. Тут и Тао. Тут и Соп. Где-то здесь стоит гвардос бежит на помощь. А одна. Ох ты, он Т3. Смотрите-ка. У него закачанная плазма. Только жаль, здоровья нет. Смерть слабым. Было бы вообще жесть. У него закачанная плазма. Но солдаты слабы, которые плазму несут. Нужны грейды. Тау и щиты включает. Посмотрите, Тау какой продуманный. Ну и что? Огромная толпа из трех. Да, Соп здесь. Гвардос здесь испугался уже. Ну, в принципе, Гвардос тоже по канону играет. Трусы и предатели. И Таушник. Одержимая от вафли. Посмотрите-ка. Ну что? Переломный момент. Один висит три. Победа. Победочка. Один висит три, да? Одержимая. Вот они от люфт вафли с огоньком. Нет, без огонька. Одержимая без огонька. Ну что, сломали? Сломали. Вот он, огонек. Грэдится только. Грэдится огонек у нас. Две архиллерии. То есть вообще нормально. Ну что, Тау где? Тау здесь под фандеры. 3D файлера. Селестов испугались. Могли разбомбить их уже давным-давно. Пометочка на одеров. Ну, одержимая. Одна пачка одержимых. Контрит трех нубов. Просто минус три нуба. Одна пачка одеров, братцы. Одна. Нет, отводит. Отводит это ультимативное подразделение хаоса. Отвел. Что меняется у парней? Да ничего, ровным счетом. Новый генерал у сестры. Масит собочек. А, пулеметы вкачивает. Хорошо, ладно. Что у Тау? А ничего не меняется. О, ЛП3 у него в двух местах. Ух ты. Экономику себе поставил, да? Возьми. Пишет Люфтвафля. Видимо, что возьми? Или крит. Или, наверное, вот этот крит он хочет, наверное, отдать. Итак, одержимые, облиты, да? Невидимость. Не, братан, надо остановиться на чем-то было одном. Вот ты вкачиваешь невидимость, а у тебя смофта. Вот два калеки ходят здесь. Лучше бы ты облитов сделал на эти деньги. Лучше бы ты сделал, братан, облитов. И завалил бы всю эту кучу. Нет, ты делаешь смоф. Колдуна присоединил к одержимым. А, или вот он. Ух ты. От кислой морды еще пачка одержимых, братцы. И облиты от него же. Так что, смотрите, кислая морда-то, она в порядке. Все четко работает. И грейды. Ну что, можно идти убивать. Заканчивать эту каточку. Они вдвоем, повторюсь, они вдвоем против трех нубов. Собки с болтами. Кстати, из 5, из 4, из 5, значит, у собочек закачано оружие. Одержимые. Артиллерия. Одну сломали. Здесь толпа стоит. Гвардейцы 3 из 3, кстати, без специализации. Подфандеры микрятся. Тау-коммандер микрится. Тау-то, микрит, добавь ты технику какую-нибудь. Стелл-софт, ты подведи на дефов. Здесь начни разваливать. Одна артиллерия выживает. Здесь, значит, одержимые наводят кошмары. Всех этих трех здесь шухерят. ЛП-3 тоже, кстати. У собки. 3 из 3 у гвардейца. Облиты как наваривают. Наяривают, наваривают. Артиллерия. Одержимые пытаются ее убрать. Кислая морда работает. Тут колдун бежит. Угу. Через турельки. Ну что, парни отбились. Нижняя команда отбилась. Одержимые убежали. Дефайлеры, облиты. Вот. Ослепление используют. Вот вам любопытный факт из Солу Шторма. Артиллерия стреляет. Видели пулеметик вот этот у артиллерии хоть раз? Видели? Вот он. Вот так вот. Артиллерия. Вот вам артиллерия. Это не только арта, это еще и пулеметик. Болтерок. Ага, вот вам занимательный факт из Довчика. Сделаю как-нибудь видосик. Занимательные факты и моменты из Солу Шторма. Интересные моменты. Интересные нюансы. Как-то так. Порчу болото свое натравил. Горшок вылил свой. Нурглицкий горшок опрокинули здесь на сестер. Пачка одеров. Ну здесь дефайлеры поддерживают, обстреливают. Пачка одержимых держит сейчас двух. Две пачки сестер. Селестианки, гвардейцы, артиллерия. То есть сколько времени одни одержимые заняли, заняли двоих полностью. Здесь тихонечко бомбят. ЛП-3 сломали. Тау делает ФВ же, хотя надо было какую-то технику делать. Тау идет в Кауион. Ну вот и все. И Тау. Тау умер. Одержимые. Ага, ну все. Контр-игра. Сейчас начнется контр-игра. Облитераторами снимает. Под огнем Болтеров. Декапит. Граната вошла. Но с Декапила ушел. Испепелитель. Да, мы видели, мы знаем, что такое испепелитель. Это не играбельная, не юзабельная ерунда. Ну что, Люфтвафля пришел убивать Таушника. И ничто ему не помешает это сделать, грубо говоря. Ничто. Невидимые столсы. Полная ерунда. ЛП-3 только держит. Бараки. Вторая. Ага, вторые тебе бараки. Зачем? Зачем они тебе? Нет, однако спасут Частаушника, ребята. Спасут, спасут, спасут. Да, встретили. Гвардейцы напуганы. Они в ужасе. Расстрелять бы кого-нибудь. Но нет, нет. Нет, некому расстреливать-то. Некому. Снова эта возня продолжается, продолжается. Одержимые бегают. Облитераторы пытаются. Возня. Все это под музыку Бенни Хила. Друг за другом бегают. Никто никого убить никак не может. Снова Нурглицкий горшок здесь вылили. Ох ты! Т3 гвардеец. Гвардос Т3. Главочка здесь Таушника. И Т4 он идет, Гвардос. Ну, сейчас Лиманами он потащит. Сейчас Лиманами ситуацию исправит. Наконец-то одумался. Ну, а здесь развал Таушника. Таушник убит. Парни играли втроем. Парни втроем бились. Таушник умирает. Гвардеец Т4. Главочка Тау. Ну и все. Лол. Это что, победа? Люфтвафля удивлен. Он не верит просто событию. В смысле? Просто не верит случившемуся. Ну и морда пишет. А что сложного? А что такое сложного? Нубы же. Тут же ведь нубы. Поэтому легчайше затащили. Всех затащили. Какая самоуверенность у парня. Какая самонадеянность. Вы понимаете? И вот сейчас оглядываемся на его игру в самом начале. В этот безумный масс культистов. Обстрел своего союзника. Он знал, что это будет легкая победа? Или что? Вот я немножко в недоумении. А если бы он проиграл бы? Что вышло бы тогда? Если бы он пролетел? Понимаете? Если бы он пролетел. С огнем. Колдуна присоединил к одерам. Ага. Самоуверенный. Самонадеянный. Ты наш. Это такая. Маркирочек. Звоночек. О том, брат. О, Лиман. Зачем вам марсианский центр? Пишет. Морда. Тут нет реликта. Подкалывает. Опять он гвардейца. Зачем тебе марсианский центр? На самом деле. Зачем? А хотя логика в этой постройке есть. Он стоит подешевле. Правильно я говорю? Он стоит дешевле, чем Меканайзет Каман. А лимит увеличивает точно так же, если не больше. Поэтому лучше построить марсианский центр, чем дорогой Меканайзет Каман. Вот это единственное, в чем его польза. Понимаете? Вот так вот. Ну что? Грубо говоря, сестра умерла. Главка сестры здесь. Главка гвардейца здесь. Главка Тау здесь. Вот они втроем выживают на этой позиции. Втроем. И лиманы не контрятся. Постреливаются. И тиски сжались, грубо говоря. И конец кикончика подходит. Арта умирает. Игра заканчивается. Правда ведь, братцы? Игра заканчивается. Победой двух хауситов. Уверенной победой. И полным доминированием еще и с издевками. Доминирование с издевочками. Да ладно, я пошел, пишет кислая морда. Я пошел. Хочу упунизить свой ММР. И хаусит выходит из игры. Остается один Люфтваффлер. Ресов у него достаточно. Этих трех парней он здесь добьет. Но суть, суть немножечко в другом. То есть у них по нулям вся армия. Нужно просто сломать вот эти три главочки. Этот лиман одинокий здесь катается. Суть, братцы, в другом. Вот она сочная долгожданная победа. Ломай одну главку. Ломай вторую главку. Лиман выцепи. И все закончится. В принципе, вот оно. Еще одна главка Тау. Две главки Таушника. Главочка Гвардейца. Главочка Сестры достроилась. И все, победа. Но есть один нюанс. Два талона летят. Все, долгожданно. Просто невероятная победа. Ну просто, ну вообще. Люфтвафля уже расстроился. Что вот они, мы проиграли. Шансов никаких нет. И все. Просто добивая не хочу. Беззащитное. Беззащитное здание. Беззащитное все. Я и сам только потом в конце понял, в чем суть. Только в конце понял. Самые наблюдательные, наверное, осознали всю глубину эпичности этого совершенно безумного повтора. Главочка вычинивается. Адера разваливают. Принц разваливает. Все, игра конец. И Люфтвафля одерживает победу. Люфтвафля одерживает уверенную победу. Но, кажется, он что-то заподозрил. Он докапит один крит. Ему нужно снять до победы еще один. Вот этот. Он к нему и бежит. Тринадцать, двенадцать, одиннадцать, десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Ты проиграл, братан. И он это понимает и пишет. Че это за ерунда-то? В смысле? А ты продул. Ты продул по теканхолду. Парни выиграли. Парни выиграли. Тебя выиграл Гвардец. Тебя выиграл СОП. И тебя выиграл полумертвый Таушник. Он уже полетел на небеса. К своему высшему благу. И уже в полете он уже увидел, что он победил. Ну как вам, братцы? Я как это посмотрел. Я охренел просто от происходящего события. Он проиграл. Эпичника. Просто нелепость какая-то. Театр абсурда. А вы что думаете? Напишите, братцы, комменты по поводу этой карточки. Оставляйте лайки. Оставайтесь со мной.